4.30 стартап-шоу с Аней Лавикой и мы снова говорим на вкусные-вкусные темы, а именно какие самые необычные блюда можно приготовить прямо на улице. Як приготовати лето из-за его усима фэйлами та финами. А также мы продолжаем делиться с вами подарками. Если вы правильно отвечаете на один легкий вопрос, у нас сразу появляются два победителя и все эти подарочки ровно прямиком в секунду в секунду летят к вам. Продолжаем общаться на вкусные темы. Сидорук Наталья – организатор фестиваля вуличной ежи. Это ивент, который регулярно объединяет столичных кухарей и хочет поживаться на ходу. Девиз фесту – вуличная ежа может быть и стемной, и безопасной. Скажи, пожалуйста, какие самые необычные блюда у вас готовятся на фестивале? Сказать, что есть что-то самое-самое необычное нельзя, потому что в этот раз мы специально сделали так, добавили очень много новых форматов для того, чтобы люди не смогли попробовать все и вернулись на следующий. А вегетарианцам вам есть что делать? У нас есть очень-очень большой участник, он называется Вильна Карма, и они исключительно готовят только вегетарианские блюда. Плюс у нас есть, например, хот-доги горчица. Один из хот-догов, якобы сосиска, сделан из кускуса. То есть, по сути, сосиски нет и мяса нет. Это такой интересный формат. Но выглядит это так же. Да, но выглядит это так же. Круто. Также у нас есть очень классные девчонки, которые называются Авокадо, они делают все с Авокадо. Хорошо, такой меркантильный вопрос. Каким образом зарабатываете? Изначально, когда мы начинали проект, основная задача была приучить людей к уличной еде. Участники, которые участвуют в самом фестивале, платят небольшой взнос за то, что они стоят и, собственно, продают. Опять же, такие пуфики, шезлонги, травка и зонтики с неба не падают. И за них нужно платить. И, соответственно, поэтому в данном случае сейчас основную массу всех поступлений, которые приходят, мы тратим на облагораживание территории, потому что в данном случае наша основная цель, чтобы людям было комфортно. На твою думку, каких сейчас участников не выстачает? Какого напрямка еще обходила додати? Нам в определенный момент не хватало очень рыбных участников. Сейчас они уже появились. Но очень хочется, чтобы была, например, классическая тайская еда, классическая китайская еда. Пять советов таких лайфхаков, как отличить съедобную и свежую еду от несъедобной. Первую очередь человек кушает глазами. Вы смотрите на самого продавца. Если это какой-то такой, да, зазальный дядька, который явно вот он вам не нравится, а он работает... А ты проверяешь, на сколько я зазаленный. Что ты земное срубила? Ну, ну, то есть если вы смотрите, что, например, внутри там этого чего-то нет холодильников, нет мойки, или если это что-то явно должно мыться. Если ребята работают, например, не в перчатках, не в санитайзера, значит, нарушены санитарные нормы. А если нарушено то, что человек может заметить глазами, то что уже могут внутри готовить, лучше даже не знать. Второй пункт, это, собственно, сама еда. Вы должны посмотреть на то, что это готовится, выглядит ли это свежо, какой оно имеет запах, цвет. По сути, каждый человек, ну, то есть, как бы, он способен различить то, что выглядит хорошо и то, что выглядит плохо. Ну и, конечно же, понимание того, что каждый человек сам принимает решение, кушать это или не кушать, анализируя. Это интуиция, чакры потребны витку. Да, иногда нужно отключить желание съесть что-нибудь и действительно понять, насколько все соответствует нормам, стандартам, запахам, вкусам, виду. И тогда принялись уверен, что есть. И на этой ноте то, а больше ноте си. Мы заподняем нашу разговор, для того, чтобы уже приходить до музыки. Дякую тебе. Спасибо большое. Действительно, после такой разговоры не можно стоять тут. Действительно, сголоднили. И за музыочным форматом також, правда? Да, и будем дальше рассказывать о том, как сделать твой смартфон водонепроницаемым. Как можно жарить джареда лета и с чем его можно жарить. И, в общем-то, помните, да, что у нас викторина, легкий вопрос и целых два победителя. Поэтому оставайтесь на М1, слушайте хорошую музыку и свежие новости. СМАЧИ НОГО! СМАЧИ НОГО!